Да, 30 лет мы уже учим людей, то есть у нас более 1,3 млн. выпускников, 250 преподавателей-экспертов, в ассортименте центра более 1000 курсов. Также одной из особенностей нашего центра является более 35 тысяч корпоративных клиентов. Для вас это значит, что вы будете учиться стоп-менеджерами Лукойла, Газпрома и так далее. То есть все компании, все крупные корпорации, одну я не могу называть, но в общем вы будете учиться стопами. И это одно из преимуществ нашего центра, то есть вы можете лично познакомиться и, соответственно, например, передать резюме и так далее. Выстроить какие-то вот такие классные связи о себе для будущего. Это очень здорово. У нас очень много учебных классов и одно из преимуществ нашего центра, то что у нас 4 учебных центра по всей Москве и они оснащены технической базой. То есть в отличие от других школ, у нас не записанные уроки, а преподаватель вживую рассказывает, вы можете задавать ему вопросы, общаться и так далее. Ключевые преимущества. Работодатели высоко ценят наших выпускников. Курсы разработаны с учетом последних требований, так как мы работаем с корпоративными заказчиками. Мы в курсе того, чего они хотят видеть, то, что нужно, то, что востребовано на рынке и то, что действительно, за что они готовы платить деньги. Мы помогаем с трудоустройством. Можем проконсультировать, если вы сомневаетесь, какой курс вам выбрать, либо какое направление обучения. Мы с удовольствием готовы вам помочь. Гарантия высокого качества обучения. Мы гарантируем, что вы освоите знания. Если вы их не освоите, вы можете учиться до того момента, пока вы их не сможете освоить и применять в полной степени. То есть у нас есть закрепленная гарантия. Вы можете учиться несколько раз на одном и том же курсе абсолютно бесплатно. У нас, наверное, самое большое количество форматов обучения. Это и очное, онлайн, открытое, очно-заочное, свободное, индивидуальное. То есть вы выбираете тот необходимый темп для вас и необходимый, например, уровень занятий, который вам нужен будет. Ну, кроме этого, у нас есть престижные сертификаты, то есть российского международного образца. То есть до сих пор, несмотря на то, что часть вендоров из России ушла, у нас есть, остались вендоры, которые с вами продолжают сотрудничать с моим ВДМ-сертификатами. Так, значит, сегодня вы узнаете, как правильно выбрать профессию и не ошибиться, о востребованности профессии Java-девелопер, о зарплатах Java-разработчиков России в 2022 году и о сервисах по трудоустройству для наших выпускников. Что такое профориентация? То есть вы должны понимать, что вы хотите, что вы можете, то есть какие знания у вас в данный момент есть, что хотите, это имеется в виду, что в данный момент, чего бы вам хотелось, как вы увидите свой дальнейший профессиональный путь, да, и что вам для этого необходимо. Возможно, ну, как это понять, да, то есть вы можете посмотреть, зайти на Headhunter, посмотреть, какие требования предъявляют к Java-разработчикам на разные грейды, да, то есть в зависимости от опыта Java-разработчика, то есть есть определенный набор требований. Потом вы можете зайти к нам на сайт и убедиться, что абсолютно все эти требования выполняются, и мы такие знания и даем, и выпускаем именно квалифицированных специалистов, которые спокойно, легко могут найти себе работу по специальности. Топ-5 отраслей, где в данный момент востребованы Java-разработчики. Это информационные технологии, это розничная торговля, бизнес, строительство, проектирование, финансовый и банковский сектор, СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR и дизайн. Как вы видите, большое количество вакансий. Естественно, большая часть из них рассчитана на Java-разработчиков с опытом, но практически в каждой из них вы можете, можно найти и для людей, которые только начинают свой профессиональный путь в этой профессии. Топ-5 отраслей для именно Java-разработчика. Это, опять же, информационные технологии, но достаточно понятно, стандартно. Системная интеграция, интернет, финансовый сектор, розничная торговля, опять же, та же реклама, услуги для бизнеса, товарного родного потребления. Зарплаты в месяц. Ой, вот здесь немножечко. Вот здесь немножечко соскочило. Вот. Ну, то есть, изначально вы можете претендовать, на самом деле, тут было, по-моему, если не ошибаюсь, 180 тысяч. То есть, без опыта готовы рассматривать и таких людей, потому что сейчас немножко такая ситуация сложилась в стране, как вы знаете. Часть, скажем так, IT-специалистов покинула Россия, а оставшихся, скажем так, оставшихся слишком мало для того, чтобы строить цифровую экономику России. Судя по последним данным, ну, вот из последнего, например, с 1 сентября у нас выходит закон об обязательной маркировке рекламы. То есть, и туда тоже нужно будет идти специалисты, потому что эти токены для... на каждую рекламу будет отдельный токен. Эти токены будут обрабатываться, через API передаваться и так далее. То есть, ну, тут без программистов никак не обойтись. Ну, то есть, это такая история, которая вот будет... эта музыка будет длиться вечно. Вот. Преподаватель нашего курса, наш заслуженный, очень востребованный преподаватель, к которому достаточно не очень просто записаться. Вот. Сегодня он будет как раз-таки рассказывать о профессии Java-разработчика. Вот. Окончил МГТУ имени Баумана. Разработчик и преподаватель курсов. То есть, это у нас все преподаватели, это эксперты, которые обладают сертификациями, всеми сертификациями, которые необходимы для преподавателя. То есть, не просто человек, который сам что-то программирует, но в том числе имеет еще и преподавательскую подготовку, потому что быть педагогом, это все-таки немножко другой скиллсет, чем просто быть программистом. Вот. Более 25 лет преподает курсы по IT-технологиям. Как мы помогаем нашим выпускникам трудоустраиваться? Да. То есть, мы, во-первых, работаем над реальными кейсами от работодателей. Кроме того, у нас есть бесплатный курс по технологии трудоустройства и составлению резюме. Мы помогаем переписать резюме под то, что требуется работодателям. Мы осуществляем карьерное консультирование. То есть, мы смотрим на то, что вы сейчас умеете, что вам еще не хватает. Потому что есть такая история, мы немножко позже ее более подробно обсудим, что помимо хардскиллов, то есть, непосредственно умения разбираться и применять полученные знания, есть еще и софтскиллы. И сейчас софтскиллы выходят на, ну, скажем так, 50 на 50. То есть, я думаю, не знаю, насколько вы пробовали искать, находить себе работу. То есть, сейчас история про work-life balance, про соблюдение границ, про коммуникацию без пассивной агрессии и так далее. Ну, и опять же, умение доносить свои мысли, не обижая никого вокруг, или там способность выслушать критику и сделать из нее правильные выводы, а не пойти и поломать все, что хочется. То есть, это тоже очень важно. То есть, адекватность. Кроме того, так как я уже говорила ранее, что у нас есть много, мы продаем именно корпоративным заказчикам, то есть, у нас есть прямые вакансии, которых, например, нету на HeadHunter'е, либо еще где-то. То есть, они сразу напрямую, они говорят, что мы хотим, например, выпускников вашего учебного центра, так как мы уже вас знаем и сами учим у вас людей. Ну, для этого мы еще же делаем дни карьеры. То есть, мы отдельно договариваемся с работодателем, то есть, к нам приходят работодатели, например, там вот недавно пришел Росбанк, сказал, что есть необходимость в определенных выпускниках определенного факультета, вот, соответственно, мы скоро будем делать день карьеры конкретно для них. То есть, они будут презентовать свои вакансии, рассказывать, почему у них классно работать и почему нужно приходить к ним. Опять же, тоже это такая достаточно для людей из IT, да, особенно программистов, кто-то из вас уже программист, кто-то будущий программист, то вы, наверное, знаете, что достаточно популярная история – one day offer. То есть, когда собираются люди, что-то делают, выполняют тестовые задания и в конце дня им делают offer. То есть, профессия очень востребованная. Вот, то, что я вам говорила ранее, бесплатный курс, успешный поиск работы и трудоустройство в период кризиса и карантина. Так как у нас сейчас такая не очень понятная ситуация, да, во-первых, у нас кризис, во-вторых, карантин, возможно, скоро у нас будет, да, не за горами, неизвестно. Сейчас, как обычно, осенью растет обстановочка по ковиду. Вот, поэтому вы можете, пока, например, вы еще учитесь, не обязательно вам завершать обучение, да, и только потом. Вы можете искать обучение. У нас есть такие кейсы, когда, например, слушатели в момент учебы находят себе работу. Поэтому всегда нужно держать руку на пульсе, всегда нужно мониторить, не продешевили ли вы. Вы высокооплачиваемые специалисты, будущие высокооплачиваемые специалисты. И важно всегда понимать, сколько вы стоите. Вот. Так, секунду. То есть, вот, да, вакансии от наших партнеров. У нас есть телеграм-канал вакансий. Вот, вы можете обращаться. Вот, QR-код, наведите, перейдете прямо туда. Вот, вот, одни из тех людей, кого мы можем указать в качестве наших партнеров, кому мы продаем курсы, чей персонал мы обучаем. Вот. Вот, есть люди, которых мы называть, ну, не можем, в силу разных причин. Дни карьеры, как я вам уже говорила, это онлайн-формат. Работодатель рассказывает о своих вакансиях, стажировках, каких работников они хотят видеть в команде, какие сотрудники сейчас необходимы рынку, и там, соответственно, какие знания и навыки необходимо получить. Вот, вот, тот слайд, про который я говорила, более подробно давайте остановимся на нем. То есть, софт-скиллы для Java-разработчиков. Это взаимодействие в команде, это способность самостоятельному решению задачи, это умение понять суть задачи и оценить время на ее выполнение, да, инициативность, усидчивость, нацеленность на развитие. Плюс сюда же можно добавить переговорные навыки. Это те же самые софт-скиллы, которые вам позволят, ну, практически выходить победителями из многих ситуаций, потому что у нас есть отдельный курс по переговорам, есть курс эффективные переговоры, есть курс жесткие переговоры, вот, потому что мы всю жизнь, все, что мы делаем, мы договариваемся. Мы договариваемся, начиная от бытовых вещей, да, кто пойдет выносить мусор, кто, чья очередь мыть посуду, до более высокоуровневых задач, да, например, на работе, кто, там, кто должен выполнять этот кусок работы, почему должны его делать именно вы, а не кто-то другой, или наоборот, да, почему, например, вам меняет выполнение этой работы, а она, например, не входит в состав ваших должностных обязанностей. Или, например, самая достаточно распространенная ситуация, это запросы о повышении зарплаты. То есть, как правильно аргументировать, чтобы это было, не звучало, что я хочу большую зарплату, потому что вот мне не хватает денежек, а звучало с точки зрения профессионалов, что вы себя хорошо знаете, хорошо оцениваете, понимаете, насколько вы ценный специалист, и продавать себя именно с этой точки зрения. Потому что продавать себя с позиции «мне нужны деньги», это сразу изначально, ну, проигрышная позиция, и, как бы, навряд ли вы победите в переговорах, если зайдете туда именно с такой позиции. Так что очень рекомендую, помимо хардскиллов, осваивать софтскиллы. Идеальный кандидат, да, какого кандидата хотят видеть работодатели, это человек, который обрадает профнавыками, хардскиллами, да, и личностными навыками, софтскиллами, потому что, опять же, это история про то, чтобы, например, правильно коммуницировать в команде, да, то есть, например, правильно формулировать задачи, воспринимать правильно критику, не проваливаться, там, не знаю, сам дурак, там еще какие-то вещи, то есть быть адекватным, да, удерживать, скажем так, профессиональную позицию, а не спускаться на уровень вот таких вот бытовых ссор. Такого человека можно назвать специалистом, и он будет весьма востребован, и будет получать неплохую зарплату, потому что, я думаю, вы тоже знаете прекрасно, что, переходя с места на место, у вас запрашивают обратную связь от вашего предыдущего работодателя, насколько вы хорошо коммуницировали в команде, насколько с вами людям приятно, там, неприятно работать, да, то есть, если, как бы, раньше, сейчас тоже сохраняется этот дефицит, но просто раньше он был еще сильнее, да, и, как бы, люди не очень смотрели на, там, какие-то личностные навыки, то сейчас выросло новое поколение, и это очень важные скиллы, очень рекомендую вам, помимо, хард-доп осваивать и софт-скиллы. Это развитие карьеры, концепция непрерывного образования, то, что сейчас модно у вас требовано, то есть, то, что у вас спрашивают на собеседованиях достаточно часто, какие профессиональные источники вы читаете, какие курсы вы недавно проходили и так далее, да, то есть, мы говорим о том, что специалист не заканчивается, как раньше было, отучился в институте и все, то есть, сейчас все постоянно чему-то учатся, проходят курсы, не знаю, по переговорам, по дискуссиям, по правильному ведению коммуникаций, осваивают какие-то смежные отрасли, например, там, не знаю, тот же Java-разработчик, например, может стать тим-лидом, менеджером проектов, и это тоже определенные навыки, да, то есть, не обязательно хороший разработчик должен, ну, будет являться хорошим тим-лидом, вот, то есть, тоже можно получить эти знания у нас, у нас есть специальный курс по управлению командами и также по управлению проектами. Ну, для чего это нужно, и так понятно. Что, какие преимущества? Так как мы сейчас сегодня говорим про дипломную программу, то практически сразу вы после покупки являетесь, вступаете в программу лояльности, это как-то настоящий специалист, у нее очень много возможностей, там, скидки для вас, скидки для членов вашей семьи, уникальное и интересное предложение, у нас есть курсы для школьников, то есть, если у вас есть несовершеннолетние дети, они могут учиться, например, с вашей, с вашей скидкой по вашей карте. Вот, то есть, не забывайте об этом, пожалуйста, пользуйтесь, приглашайте друзей, друзья тоже могут учиться по вашей карте со скидкой и так далее. Кроме того, после того, как вы закончите обучение, вы можете, например, обучаться в программе Диплом Плюс, получить скидку 30% на любые курсы формата онлайн. Ну, есть исключения, но если вам понравилось учиться с нами, я уверена, что так и будет, то вы можете пройти дополнительные курсы, либо те, что я сказала, да, по софтскила, либо, вот, например, вы учатся либо на менеджера проекта, либо на управленца, да, руководителя команды. Какие документы об образовании вы получите? Вы получите средство центра специалист. В зависимости от того, какой у вас есть документ об образовании, вы получите либо удостоверение о повышении квалификации, либо диплом профессиональной переподготовки. Тут уже все зависит исключительно от вас. от того, какой документ у вас изначально имеется. Вот так выглядит диплом о профессиональной переподготовке, который будет выдан, если у вас есть, соответственно, документ об образовании. Ну, какой же не был бы, вот, абсолютно неинтересным был день на предыдущем двери, без сюрпризов, без подарков. Вот, и у нас, естественно, такое есть. То есть на курс эксперт-разработчик Java будет промокод. Он дает скидку на 17 тысяч рублей. Действует до 29.08. Пожалуйста, пользуйтесь. Если вы решили, после меня будет выступать Александр Игоревич, вот, то есть если вы решили присоединиться и учиться у него, то, пожалуйста, воспользуйтесь этим промокодом. Что сказать еще? Учебный центр специалист. Ваш путь к успеху. Готова ответить на вопросы, если у вас они есть. И если нет, то, соответственно, передаю слово Александру Игоревичу. Сейчас я перейду в чат. Да, все верно. Да, Вован, да и Оф. Все так. Все так. Спасибо большое, что пояснили. Вопросов нету. Отлично. Тогда я отключаюсь. Всем всего доброго. Успехов. Надеюсь, увижу вас в центре. До свидания. Всем добрый день. Надеюсь, слышно. Плюсик кто-нибудь поставьте в чат, пожалуйста. После переключения. Вижу. Спасибо большое. Представлюсь. Кораблен Александр. Должен поблагодарить Илёну. Она практически все рассказала. Мне остались только скучные технические подробности. Если по этим подробностям будут вопросы, пожалуйста, пишите сразу в чат, потому что ждать потом отдельно в вал вопросов не очень удобно. Если будут вопросы, пишите, пишите сразу, как они появляются. У меня два монитора. Я на соседнем крае глаза вижу чат и могу на него отреагировать. Обо мне Алена рассказала, поэтому мы можем это пропустить. Смотрите, конечно, программирование – это огромное, просто неимоверное количество направлений, языков, программирования и так далее. Но у нас сегодня вот это все посвящено и именно Java. Конечно, несколько слов надо сказать, как вот это было обусловлено, да, вот почему именно Java, чем она хороша, есть ли у нее какие-то преимущества и так далее, и так далее. Очень коротко, очень коротко. Смотрите сами. С 95-го года это существует. Значит, уже прошло более 25 лет. Сколько всего было на этой платформе создано, доработано, доведено до ума, если появились какие-то новые запросы, технологии, соответственно, поддержка их была также реализована на данной платформе. Плюс не забывайте, что зрелая технология, да, это означает, соответственно, наличие литературы. Форумов и так далее, да, таких, как мы, обучающих центров, которые могут помочь. То есть все, уже вся инфраструктура была многократно проверена, улучшена и для работы готова. С какого возраста можно стать программистом? Я думаю, это определяется законодательством. Когда вас на работу смогут принять, вы тоже можете быть программистом. Еще очень важно про Java. Обратите внимание на первые два слова. Простота и надежность. Дело в том, что все-таки разработка программ, а особенно если они будут работать на сервере, предполагает, конечно же, действительно высокий уровень качества кода. Это важно. Очень важно. И если инструмент сложный, то ошибки достаточно часто возникают. Потом необходимо это все искать, исправлять, тестирование. Это может все затягиваться по времени очень долго. Java изначально создавалось именно для того, чтобы для серверной платформы создавать простой и надежный. И все, что только можно, хорошего, и наоборот, все, что было лишнее, чтобы исключить это и убрать, соответственно, в Java таких моментов, элементов просто и нет. Поэтому, если будете сравнивать или с кем-то будете общаться, можно, скажем так, и уточнить у специалистов, может быть, у вас есть коллеги, которые знают, насколько они оценивают, допустим, с точки зрения сложности язык программирования. Нет, конечно, есть еще более простые. Но здесь мы говорим именно о серверном программировании. И в данном случае язык Java является очень популярным. Кому будет интересно, я вот сейчас вот эту ссылочку, которая там у меня внизу, да, я ее сброшу в чат. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем услышать многократно. Вот по этой ссылочке зайдете, посмотрите. Есть люди, которые профессионально занимаются именно сбором, сравнением и так далее. Я неправильно прочитал вопрос там, не с какого возраста, а до какого возраста можно сказать программистом. Да, действительно, там пишут совершенно правильно, Алена, что там, наверное, ограничений практически нет. Потому что действительно люди, которые имеют опыт и опыт предметной области, им останется сводить какое-то направление в программировании, они уже востребованы специалистами. У нас учились, у меня лично в группах учились 70-летние. И не на одном курсе, а на целом наборе. Так что да. Обратите внимание, конечно, здесь есть такой небольшой нюанс. Вот написана фраза, там востребованы специалисты, специалистов не хватает, много вакансий. Алена показывает, там действительно вакансии исчисляются сотнями тысячами. Но в идеале все хотят сразу видеть специалиста, поэтому слово специалист здесь выделено немножечко, да. Это акцент ставится. Что крайне рекомендуется для вас в качестве именно движения вот в этом направлении, чтобы стать специалистом? Практика. Вы должны каким-то образом для себя посмотреть и определиться, а сможете ли вы выделить достаточное время на то, чтобы посвятить практике. Полчаса в день мало. Тот объем информации, который вы будете осваивать, требует постоянной практики. И даже по тем позициям, которые вы уже прошли, все равно к ним придется возвращаться и с учетом новых полученных знаний снова смотреть, какие-то нюансы уточнять и разбираться. Чтобы в конце, по окончанию обучения на дипломной программе у вас было некое целостное понимание всех концепций. А это без практики невозможно. Поэтому кроме самих занятий, которые проходят специалисты в любой форме, в любом формате обучения, еще нужна дополнительная практика. Этот вопрос, который вижу там, это, наверное, коленний вопрос больше. Устройство и так далее. Вот эти все, на этом слайде все фирмы, компании, продукты, многие очень известные, многие направления очень сложные. И те программы, которые там, скажем так, разрабатывались и создавались, ну, это, скажем, огромные сложнейшие комплексы. Например, может быть, многие из вас слышали программу, которая называется MATLAB для расчета, да, вычислений. И действительно гигантский сложнейший софт, который многие разработчики, инженеры пользуются. Очень популярное направление сегодня Big Data, анализ данных. Hadoop, пожалуйста, здесь он тоже присутствует. Почитайте, что, где, как используется Java. Я думаю, по этой ссылке будет интересно. Заодно вы посмотрите, насколько ваше знание английского языка соответствует, в общем-то, требованиям для программистов, можно считать и в владении техническим английским. Хорошо. А сейчас мы посмотрим дипломную программу. Она не одна. Их несколько. Поэтому я расскажу коротко о каждой. Для того, чтобы у вас был кругозор, и когда вы будете выбирать, вам было легче сориентироваться. Вот эта Java-разработчик дипломной программы, она предполагает, что вы идете и начинаете практически с полного нуля. Считайте, что здесь возможно начать обучаться, даже не имея опыта программирования богатого, большого и обширного. Ну, допустим, что-то было там в институте, в школе, но все это уже было, скажем так, не очень глубоко и достаточно давно. И вот это как раз для этого случая такая программа. А та, которая сегодня, да, вот акцент делается именно на этой программе. И эксперт-разработчик Java. Здесь, обратите внимание, вот те курсы, которые входят, они начинаются сразу с уровня, что вы уже умеете программировать. Поэтому здесь надо смотреть, да, не зря там был слайд у Алены, где ваши возможности, требования и так далее. Поэтому, чтобы попасть и сюда, может быть, если кто-то захочет именно по этой программе заниматься, нужно, конечно, здесь какие-то предварительные требования, чтобы они были соблюдены. А именно, основное требование. Здесь уже предполагается, что вы умеете программировать. В принципе, на любом языке. Абсолютно любое. И, зная, понимая синтаксис любого языка, понимая, что такое программирование, алгоритмы, вы можете обучаться на эксперт-разработчик Java. Что он включает, чего нет на предыдущей программе? Обратите внимание, здесь Java, естественно, плюс второй уровень – это разработка и изучение технологий, разработка уже конкретных приложений. Зная инструмент, первый курс, сам язык, уже можно какие-то писать приложения. И третий уровень – это библиотека для серверного программирования, очень известный Spring. Однако здесь, обратите внимание, еще в эксперт-разработчик Java добавляется вторая версия для серверного программирования. Та, которая является частью платформы Java. Это Java, Enterprise и Dish. И плюс к этому дополнительные некоторые инструментарии, которые приветствуются всегда в любом программировании, в тех знаниях и опыте, которые есть у программистов. Это умение пользоваться разными инструментами. Сюда входит работа с GIT, это система контроля управления версиями. И сюда же входит очень важный курс, называется, смотрите, паттерн. Это рецепт. Есть книги, достаточно интересные, и их много, где вам говорят. А как лучше писать код? Как лучше строить архитектуру своей программы? Потому что люди многократно уже решали одну и ту же задачу и нашли наилучший вариант решения. Или более приличный, чем другие. И это все было задокументировано в виде паттерна, рецепта. Поэтому понимание и умение ориентироваться в этих паттернах, оно может значительно упростить и работу программиста, и выбор решения, каким способом ту или иную задачу мы будем пытаться решить. Эти паттерны, они это могут намного облегчить. 22 паттерна, насколько я знаю, в этом курсе разбирает мой коллега. Так. Но это не последний дипломный программ. Как же без работы с данным? Так или иначе, любой вариант приложения, который возьмите, от игры банковской системы до какого-нибудь на предприятии управлением или интернет-магазин, это все упирается во что? В базу данных, в СУБД, где лежит информация, которую необходимо брать, обрабатывать, сохранять туда какие-то, обновлять позиции. Поэтому взаимодействие с базами данных, оно есть во всех курсах. Например, мы его разбираем уже начиная, скажем так, основу взаимодействия с базой данных на уровне Java 2. То со звуком, ребята. Поэтому, это самая основа. И в любом другом курсе, который Java, там, Spring или Enterprise Edition, это продолжает разбираться. Но это разбор взаимодействия с базой данных именно со стороны Java программирования. А понимать, как устроена СУБД, как она работает, как пишется код непосредственно на языке, который понимает сама система управления базой данных СУБД, язык SQL или его версия. Это отдельно и очень объемно. Поэтому, вот, например, в эту дипломную программу включены, видите, да, это понимание, изучение языка программирования PLSQL, это непосредственно для СУБД Орока. И взаимодействие, естественно, с этой СУБД Орока. Но это не единственная СУБД. Поэтому у нас есть еще и другие курсы. Например, по той же самой схеме строится курс, изучается, это дипломная программа, да, инструмент Java, и дальше уже углубленные в конце изучения PostgreSQL. и взаимодействие с ним, и с капиталом, и работа в ППСУБД. Кто бы хотел обратить внимание на две дипломных программы, которые связаны с базными данными, вы видите, они начинаются с уровня Java 1. как только вы видите, что первым в каком-то наборе, в каком-то курсе идет вот именно сразу Java, первый уровень, предполагается, что вы уже умеете программировать. И это не забывайте. Вот самый первый, который был вариант выполнения программы, это с нуля. Так. Но там, соответственно, раз вы начинаете с нуля, вы не доходите до каких-то уже более сложных тем. Еще один последний вариант, пример дипломной программы, которая у нас именно связана с Java. У нас дипломных программ много, есть и по Big Data, но именно то, что мы сегодня именно Java. Смотрите, здесь, кроме языка программирования Java, еще где-то начиная с пятого курса, Kotlin. И использование серверной программирования, здесь еще дается информация по работе с двумя веб-серверами, как их администрировать, настраивать, и взаимодействие с базой данных PostgreSQL. Что здесь интересно? Мне надо спрашивать слушателей, а вот есть у нас русский язык программирования? Есть. Kotlin. Это наши сделали российские разработчики. Поэтому, если будет интересно, посмотрите, кто создал, откуда такое название языка программирования, будет это всем интересно. Значит, вопрос вижу, Сергей. Вы видите, вот здесь, прямо на этом слайде у нас есть отдельный курс по Git. И точно так же дальше, то, что вы спрашиваете, популярные фреймворки. Фреймворки, это, по сути, есть библиотеки. Вот та же Spring, тот же самый, там, видите, MBC-REST фреймворк, и так далее, и так далее. Взаимодействие с базой данных, это популярные фреймворки. Все они, как или иначе, в разных курсах интегрированы используются. Контейнеризация тоже является частью курса. Поэтому все это можно найти, все это в наших курсах есть, а вот в тех, которые мы сейчас смотрим, вы видите, например, здесь, пожалуйста, здесь имеется и не в одном курсе, как часть дипломной программы. Так, проще, когда вы конкретные названия, которые, допустим, вам интересно, его в поиске на нашем сайте запустить, потому что курсов у нас такое огромное количество, что вот я занимаюсь и веду курсы, и разрабатываю курсы достаточно долго в центре специалистов, но даже я, наверное, не представляю и, там, я не знаю, десятой части того, что у нас есть. Программирование на Java у нас преподаватели в двух средах читают. это Apache NetDense и Eclipse. Очень коротко. Основная особенность дипломной программы вам показывала Алёна. Диплом о профессиональной переподготовке. Еще коротко, у нас осталось чуть-чуть времени, но буквально пару слов. не обязательно дипломная программа. Это как вариант достаточно интересный и самостоятельный. Но есть более простые варианты, более короткие по времени, более узкоспециализированные. Поэтому смотрите еще, например, на нашем сайте то, что называется комплексные программы. они, например, вы видите, Java программист собственно изучается сам язык уровень 1, 2, 3 и на этом все. Но зато вы получите четкое понимание, что за инструмент, какие возможности и какие основные задачи и как можно использовать этот инструмент для серверного программиния. Но если хочется больше и глубже серверной программинии, то комплексные программы, которые себя включают, Spring, например, или эксперт-прокраммист, это комплексные программы, которые себя включают разработку на Java Enterprise для школьных программ. Комплексная программа, она еще чем интересна? В принципе, ее можно собрать из отдельных курсов под себя то, что вам кажется для вас будет идеальным. RF, если вы перейдете Алексей, я, наверное, прокомментирую. Вот, спасибо, Алексей. Вот оно как проходит обучение. Прямо про этот слайд спросили. У нас много форматов, Алена коротко про это сказала, я не буду подробнее, все можно почитать на нашем сайте, но чаще всего чаще всего это 4 или 8 часов и обычно каждый день. Если это по 8 часов, то это утро день, если это по 4 часа, то это скорее всего вечерний вариант. Но бывает и вариант выходного дня, то есть занятия идут по субботу, только по субботу. У любого варианта есть плюсы и минусы, это вы должны сами смотреть и не забывайте про практику, да, потому что если вы работаете каждый день по 5 дней в неделю по 8 часов, когда вы будете делать практику, значит у вас должны быть свободные возможности вечером после занятий еще посидеть и активно поработать, посмотреть какие-то моменты, чтобы было представление более емкое и чтобы следующий материал, который будет давать преподаватель, он укладывался, вы его могли осваивать и понимать, для этого нужна практика, поэтому с учетом, кому-то нужно больше практики, у кого-то больше опыта в программировании, у кого-то меньше, поэтому вы должны с учетом этого думать, какой формат вам подойдет, может быть раз в неделю по выходным, тогда у вас будет на неделе возможность плотно и внимательно эту тему проработать, глубже проработать, и уже с интересными вопросами прийти на следующий занятие. Так, про открытое обучение очень подробно здесь написано, гибкий, это, скажем так, гибкий, самый гибкий вариант. И есть еще очень важный слайд, на котором сейчас я как раз останавливаюсь. При собеседовании очень хорошо, когда у вас есть что-то, что вы могли бы показать. Конечно, в программировании сложнее, если вы, допустим, дизайнер-художник, у вас могут быть замечательные сделанные вам дизайн-проекты, они выглядят красиво, ярко и так далее. Код не выглядит красиво и ярко и понятно здесь, но все равно, но все равно. Так как в наших курсах, которые входят в дипломную программу, включаются достаточно серьезные разработки, как и интерфейс пользовательский взаимодействие с базой, серверная механика, то это можно и нужно включать в свой портфолио. Может быть, чуть-чуть добавить, преподаватель обычно говорит, что можно было бы сделать, добавить, доработать, потому что время курса ограничено, но практика, которую вы самостоятельно делаете, как раз и предполагает, что вы можете эти задачи углубить, прошить, сделать более, скажем так, индивидуальным с такими-то особенностями. Вот это уже действительно будет и может включаться в портфолио. Посоветуйте несколько книг по Джава. Несколько книг по Джава. Остановимся на слайде задаваемые вопросы. Вы их пока посмотрите. Ну, давайте так. Есть автор Герберт Шилдетт. Много разных вариантов книг, в том числе и по Джава, и самоучитель, и, допустим, какое-то более подробное изложение какого-то направления каких-то технологий. Его хорошо переводят. Вот еще, что важно. поэтому вполне-вполне для работы подойдет. Книга по-английски другая. Называется «Симкин и Джава». У нас ее почему-то переводят, принято просто перевод, называется «Философия Джава». Эткеля. Она немножечко более для, более глубокая и предполагается, что начальный уровень владения языком уже есть. Наши курсы и потом уже плюс эта книга этого «София Джава», она как бы позволит какие-то нюансы для себя лучше понять. Потому что важно не просто изучить инструмент со всех сторон, важно понимать, как его правильно использовать. Вот взяли вы в руки сотовый телефон, что можно? Звонить, а что еще можно? А потом окажется, через полгода, что там еще много дополнительных возможностей, о которых вы, понятно, что такой объем информации вас захлестнул. Поэтому через полгода вы уже разберетесь в основных стандартах возможностей и откроете для себя новые. Вот книжка как раз «Философия Джава» вот из этого направления уже каких-то более тонких нюансов. И я всегда еще рекомендую такую книжку, у нее нету автора. Какая-нибудь книжка, которую вы могли читать в дороге. Время мы тратим много на дорогу. Перед занятием, после занятия прочитать эту тему еще один раз это очень хорошо для усвоения материал. Когда не из чистого листа вы придете, а что-то проистали, посмотрели перед занятием в дороге полчасика, минут 40 и больше. И вам будет намного проще понимать, что говорит преподаватель, если вы сможете задавать вопросы. И повторение, повторение пройденных тем, оно тоже очень, конечно, закрепляет материал. Не буду же эту банальность повторять про повторение, что это так делать. Все это все и так все. Поэтому вот какая-то любая книжка, которая была бы не 800 страниц, а чтобы можно было действительно ее комфортно смотреть, читать в дороге. Вот это очень поможет. Это очень поможет. Еще вопросы? Ну что же, тогда всем спасибо за внимание, за вопрос за участие и пожелание. Не откладывайте и не делайте перерывов в этом обучении. Может быть, кто-то из вас изучал иностранные языки. Если вы не программисты, то, скорее всего, вы и с иностранными языками изучали и пытались их изучать. или изучили уже, да? Ну, вы знаете, как там плохо делать перерывы. Поработал, поизучал что-то год, потом сделал перерыв на год, можно начинать с чистого листа. Здесь то же самое. Если вы начали, то вот почему мы делаем дипломные программы? чтобы дать некое такое общее направление. Вот пройдите все курсы, и это уже будет некая основа. Поэтому здесь надо именно вот методично и без перерывов с постоянной практикой, и у вас все получится. Я в это верю и вам желаю успеха. Когда начинается курс, а не постоянно начинается, это лучше все-таки к нашим менеджерам этот вопрос задавать. Я читаю постоянно, у меня вот час, я читаю по вечерам, но уже у меня сейчас идет по вечерам курс Java второй уровень и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я не единственный преподаватель, который читает Java. Подойдете на наш сайт, там есть такая всегда опция. Все преподаватели, которые читают данный курс. Можно посмотреть все с кратким описанием каждого преподавателя. Ну что ж, тогда на этом мы завершаем. Всем спасибо, успехов и буду рад уже на наших курсах личной встречи. Все, запись я могу отключить отсюда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!